История парней, изнасилованных девушками. Бля, нихуя себе. Хорошо. Мужчины, которых изнасиловали женщины, как это произошло? Вы кому-нибудь рассказывали об этом? Вас восприняли всерьёз? Короче говоря, она обвинила меня в том, что это я её изнасиловал, даже несмотря на то, что когда я проснулся, то она скакала на мне. Мы были хорошими друзьями, но всё закончилось тем, что я вычеркнул её из моего круга друзей. Рассказывал об этом нескольким людям, но никто мне не поверил, кроме моей жены. Это ужасно. Бля, простите, я тоже не верю, бля. Я просто лежал, да, потом я просыпаюсь от того, что она скачет на мне. И, да, чувак идёт до конца, актёр до конца, понимаете, актёр до конца. Он настолько вжился, что он теперь эту историю рассказывает так, как будто у нас с ним реально случилось. ...обвинение. Пацан, с которым я вместе ходил в школу, занимался сексом с девушкой, которая этим изменяла своему парню. Она обвинила его в изнасиловании, потому что ей было стыдно. В итоге из-за этого он лишился стипендии и многого другого. Подобное случилось со мной в старших классах. Ёбаная хуйня. В классах, правда, обвинение мне предъявили лишь спустя год после того, как мы расстались. Никто ей не поверил. Наверное, потому что до сих пор активно ко мне приставало. Честно говоря, я просто взбесился, когда она меня изнасиловала. Мне было неприятно. Я сказал нет, потому что мне тогда стало больно. Самым ужасным для меня было ответное ложное обвинение и безумное расследование, которое свалилось на меня примерно через год. В любом случае, мне жаль, что с тобой такое случилось. Люди делают полную херню. Я рад, что у тебя есть хотя бы один человек, который тебе верит. Это очень страшно. У меня была точно такая же история. Я сказал своему адвокату, что она меня изнасиловала. А он ответил, что женщины не могут изнасиловать мужчин. С юридической точки зрения это правда, но это все равно полное дерьмо. Мы были на корпоративной вечеринке. Я тогда учился в колледже, а она была официанткой. На тот момент я только недавно вышел из длительных отношений, которые просто, блядь, уничтожили меня. Я ничего не хотел. Ни секса, ни интрижек, ни обнимашек в постели. Я просто хотел быть один. Я устроился на работу в ресторан, чтобы чем-то себя занять и подзаработать немного денег. На тот момент это был лучший вариант из существующих. Она подкатила ко мне на работе, но я любезно ей отказал, сказав, что не готов ни к каким отношениям. Найс адвокат. Здесь дело не с адвокатом, а о том, как работает юриспруденция. К сожалению, в данный момент во всех, наверное, странах мира это вообще проигрышная хуйня. И многие бабы зарабатывают этим деньги. То есть вообще забей. Тебя могут обвинить в любой хуйне. Просто полнейшей. В США, я говорю, есть реальная абсурда история, которая вот через знакомых знакомого. Он в США, его баба просто... Короче, он приехал в США учиться. И, по-моему, там до сих пор тусит, учится. Я точно хз. В общем, суть в том, что он там с тёлкой одной встречался, всё было окей, она просто обвинила его в изнасиловании. Он обратился там к адвокату, ему адвокат сказал, блядь, чувак, либо лучше сейчас с ней решите отдать ей деньги, либо потом будет ещё больше. И отдали деньги. Всё, вообще забей, блядь. Просто, блядь, проигрышная хуйня. Абсолютно. Тебя могут обвинить, блядь, просто навешаны у тебя кучи лапши. И хоть доказать она ничего не сможет, доказательства они нахуй не нужны. Они нахуй не нужны. Просто выебаны и всё. В этом-то вся и проблема, что, блядь, то, как работает закон по отношению к бабам с изнасилованием, это полный пиздец. Полный пиздец, блядь. Просто, блядь, ебашат всех подряд. Людей сажают, людей кидают на деньги. Людей увольняют, людям рушат жизнь. Блядь, просто пиздос. Одним обвинением в изнасиловании. Всё. И судам похуй абсолютно. Вообще похуй, понимаешь? Либо ты будешь... Либо ты будешь сидеть на долгом судебном разбирательстве, где ты будешь постоянно платить адвокату, и ещё не факт, что ты выиграешь. А если ты, блядь, проиграешь, ты ещё будешь покрывать её издержки. В этом всё. Хуйню несёшь? Ебал свою завали, блядь. Пребей, ебучая, если ты не знаешь, о чём идёт речь. Хуйню несёшь, блядь. Батя, блядь, хуйню ты унёс, а потом ты появился. Она часто флиртовала, но я не отвечал взаимностью. У меня буквально не было никакого интереса ни к кому. На вечеринке я выпил два стакана, а потом ещё один дома у коллег, после того, как вечеринка закончилась. Я вырубился, на меня это вовсе не похоже. А проснулся уже почти на рассвете полуголом и с ней под боком. У нас определённо был секс, но никакого сраного презерватива в поле зрения не было. Я был в недоумении, в полном недоумении. Я не был счастлив, ни капельки. Я выпался из-под неё, оделся и ушёл домой, где отключился на следующие 12 часов, пропустив в тот день свою смену на работе. На следующий день я пришёл, рассказал, что случилось, написал письменное объяснение и всех рассмешил, так как жаловался на то, что потрахался. Я ушёл и больше никогда не возвращался. Спустя 15 лет я узнал, что у неё родился ребёнок. Мы находимся в процессе выяснения, от меня ли он. Я думаю об этой херне каждый чёртов день. Я понятия не имею, что мы будем делать, если он окажется от меня. Мне так жаль, что это с тобой... Есть неплохой фильм «Охота» про необоснованные обвинения в педофилии и последствиях, да, да. А есть ещё, кстати говоря, сопутствующий ущерб, когда тебя обвиняют в изнасиловании или в педофилии. Это проблема с работодателем и так далее, и так далее, и так далее. Ты становишься в ловушку, когда ложное обвинение тебя в изнасиловании становится камнем преткновения и нанесёт тебе такие финансовые ущербы, что ты, блядь, всё, как бы ты в полной пизде. Потому что верещащая манда, которая обвиняет тебя в ложном изнасиловании, она может пойти до твоего работодателя. Это никаких проблем. И прийти прямо туда. Устроить там скандал. Очень огромное количество рычагов давления, которые применялись и применяются. И ты оказываешься в полной жопе, потому что работодатель, он не будет ждать решения суда по твоему вопросу. Он тебя сразу же ёбнет. Особенно, если ты ведёшь какие-то проекты в какой-то компании. Например, ты менеджер, ну там, и помогаешь подготавливать проекты для каких-то партнёров и так далее. С тобой никто не захочет связываться, потому что это сразу накладывает отпечаток. Никто не хочет, чтобы кто-то сказал, тот человек, который изнасиловал ту девушку, вёл наш проект. Никто не хочет его сделать. Поэтому тебя сразу, блядь, списывают с счетов и разъёбывают. Вот так это работает на самом деле. Есть очень, кстати говоря, охуенная, охуенная, блядь, история, где чувак, по-моему, мы, кстати говоря, где-то её читали, где чувак спас девушку, которая тонула, сделал ей искусственное дыхание, она обвинила его в сексуальных домогательствах, а начались суды, доказательств не было, просто. Он, блядь, её отправили в скорую, то есть, прям на скорой увезли, то есть, документально зафиксировали, блядь, всю эту хуйню, документально. Документально. Но это не помешало ей подать на него касательно сексуальных домогательств. У него суды шли не один год. Он, в итоге, суд выиграл. Остался без штанов и безо всего. Да, кстати, она нихуя не покрыла. Судебные издержки, которые они там потом подали, блядь, ну вы поняли. По пять рублей, блядь, в течение сорока лет. Надеюсь, что ребёнок не от тебя. И вот так работает всё. И ты её снова больше никогда не увидишь. Чувак, это ужасно. Очень похоже на то, что она накачала тебя наркотой. Я надеюсь, что ты в порядке. Жаль, что так случилось. Меня унесло на вечеринке. Я отрубился в комнате для гостей. Я проснулся с какой-то незнакомой девушкой, которая была на мне сверху. Я оттолкнул её и улёгся, чтобы дальше спать. Она начала орать и пыталась продолжить. Когда я окончательно проснулся, то понял, что на мне нет штанов, а она шлифует меня уже где-то минуту. Я снова её оттолкнул и сказал ей отъебаться. Кстати говоря, я плохо понимаю, на самом деле, как именно в таком случае можно изнасиловать мужчину, когда ты, типа, там, не знаю, спишь, блядь, потом просыпаешься от того, что на тебе скачет баба. Ты, ну, как-то хуй знает, блядь. Просто, ну, типа, блядь, это надо очень крепко спать, чтобы, ну, я не знаю. Или, может быть, тебе должен был сниться эротический сон и она просто запрыгнула на твой хуй в этот момент. Ну, может быть, так. Но если ты спал и у тебя не стоял хуй, то... Она снова начала кричать и её крики разбудили парочку моих корешей. Они сказали ей пойти нахер, но... Ну, так он нажрался. Я тебе открою секрет. Когда человек находится в действительно высоком уровне алкогольного опьянения, хуй очень плохо стоит. Это особенности влияния алкоголя на потенцию и вот на все вот эти ситуации. Из-за того, что алкоголь притупляет нервные окончания и чувствительность, поэтому ты во время алкогольного опьянения, например, если дерёшься, плохо чувствуешь боль и так далее. Это оказывает также эффект на то, когда ты занимаешься сексом. То есть хуй, он не так хорошо реагирует, из-за этого хуй может не стоять либо стоять вяло. Поэтому если он находился в действительно... Действительном, полностью в алкогольном опьянении, то тогда эта история становится вдвойне странной. Позже она снова вернулась. Мне повезло, потому что над большинством парней просто смеются. А у меня было два друга, которые видели происходящее своими глазами. После того случая я долго не пил и даже некоторое время... А чтоб ему трупоед кишки выпустил, ёбарю поганому! ...жался подальше от девушек. У тебя отличные друзья. Проснулся от того, что моя лучшая подруга была на мне верхом. Я был пьян и совершенно этого не хотел. Она закрыла мой рот рукой и я снова отрубился. Люди не воспринимают это всерьёз, когда я им рассказываю, поэтому я перестал об этом говорить. Богом клянусь, что когда я говорю слова «меня изнасиловала женщина», то ловлю на себе самые странные взгляды, которые я когда-либо видел. Это отврат... Но это правда трудно, на самом деле. Знаете, я понимаю, когда бы изнасилование происходило бы таким образом. Женщина бы, например, взяла бы пистолет и под угрозой смерти заставила бы себя трахнуть. Было бы трудно собраться с мыслями, но это возможно. То есть какие-то вот такие вещи. Или, например, если тебя накачали специальными психотропными веществами, наркотиками какими-то, вот, которые провоцируют это сексуальное возбуждение, как-то тебя привязывают, там, не знаю, к столу, надрачивают тебе хуй, хуй у тебя встаёт, и она начинает на нём прыгать, блядь, ты ничего сделать не можешь. Вот. Ну так, например, да. Ну, либо она тебя выебала стропоном каким-то, да, вот как написали. Остальные вещи очень, очень, очень мне плохо понятны. Я допускаю такую вероятность, что мужчины, которые были изнасилованы женщинами, могли, как бы это сказать, короче, допустим, представим, что чувак лежит, спит, а баба решила на него забраться, чтобы поебаться. Он спит. В процессе всей хуйни он просыпается, она, ну, как бы, у него встаёт хуй, она на него залазит, но он делает вид, что он спит. Я допускаю вероятность того, что такие случаи могли быть более чем реальны. Вот. А потом он, например, говорит, блядь, я там спал, меня изнасиловали. Ну, хуй знает. Вот именно такие на меня забралась тёлка и трахала, блядь, меня. Нет, можно изнасиловать, я даже сказал, как? Но вот этой хуйнёй очень трудно представить. Вот и всё. Плюс тот факт, что люди считают, что мужики сильнее и могут дать отпор, поэтому это не может считаться изнасилованием. Ведь женщина не может заставить мужика что-либо сделать. К сожалению, многие люди считают, что женщины не могут изнасиловать мужчин, потому что нет проникновения. Этот образ мышления полное дерьмо. Мне так жаль, что с тобой это произошло. Изменено. Да, я знаю, что определение изнасилования это секс с проникновением во влагалище, рот или анус. Но этот парень явно не соглашался на секс. Поэтому я буду классифицировать это как изнасилование. Проблема в том, что пока мы не начнём классифицировать это как изнасилование, то ничего не изменится и мужчины никогда не получат заслуженной справедливости. Ещё страшнее проснуться под девушкой, которая оседлает тебя без какой-либо защиты. А если тебя накачали Виагрой и ты ебёшь всё, что движется? Нет, это не считается изнасилованием. И ты просто полный кошмар. Моя бывшая зажимала меня и издевалась надо мной. Если я просил прекратить, то она говорила мне, что позвонит в полицию и скажет, что я её изнасиловал. В итоге она на самом деле так поступила и теперь мне предъявлено уголовное обвинение за то, что никогда не происходило не изнасилование, а физическое насилие. Копы ничего не слушали, так как я мужчина и следов... О, нет! Копы ничего не слушали, так как ты мужчина? Не-не, ты пиздобол. Только в чате, который шарит, как ведутся такие дела, блядь. Не может быть такого, что копы не слушали. Где её доказательства? Следовательно, являюсь агрессором. В любом случае, у меня мало доказательств, тут только моё слово против неё. Это та же самая женщина, которая почти ежедневно обвиняла меня в том, что наш сын родился уже мёртвым, которая обращалась к нашей дочери как с ничтожеством, избивая её ещё до того, как ей исполнился один год. Так что вот, я уже не с ней и со мной живёт наша дочь. Но она манипулирует мнением людей, убеждая их в том, что в каждой ситуации жертва это она. Я боюсь, что я не только потеряю опеку над своей дочерью после предстоящего дела, но и могу стать осуждённым. Не, братан, не потеряешь. За насильственные действия, которых я никогда не совершал. Да не будешь ты осуждён, у неё нет доказательств. У тебя, правда, тоже нет доказательств, но... на нет и суда нет. Начни записывать разговоры, собирая свои собственные доказательства. Абьюзеры часто обвиняют людей в насилии, которые они на самом деле не совершают. Будь сильным, браток. Я надеюсь, что всё будет в твою пользу. Судебная система в полной жопе и мне больно читать о таких вещах. Желаю тебе удачи. Да не в полной жопе судебная система. Кстати говоря, Reddit это американский форум, если что. И 90% его участники американцы. Нет, 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 нет. Ты что, всё работает, надо доказать. Не-не-не. Сейчас мне 20. Я только недавно рассказал об этом кое-кому. Впервые с тех пор, когда... А если рил записи разговоров или сообщений, это всё косвенные улики, понимаешь, в чём дело. И проблема заключается в том, что... Смотри, ты предъявляешь, типа, разговор, записанный условно, где она говорит, я тебя изнасиловал, ха-ха-ха, ты лох, ты ничего не докажешь. Она может сказать, блядь, ой, я просто там прочитала сообщения, которые в этот момент мне прислали смс. Я просто, блядь, я просто, это сказал по приколу или ещё что-то. Это всё хуйня ебучая. То есть ты можешь это предъявить, эээ... Как бы, вот как доказательство. Она любую хуйню может сказать на эту тему, потому что добыли его непроцессуальным путём, так скажем, эээ... Не было задействовано каких-то должностных лиц в момент этого. Нет свидетелей, ничего нет. Ну, как бы, всё это... Ну... Да и показания свидетелей тоже, в принципе, косвенные улики, так что. Когда это случилось, мне было 17... Да-да, никак, в этом вся и проблема. В этом вся и проблема. Там, экспертизы будут назначать, ещё что-то. Это всё опять деньги. Экспертизы заказывать должен ты, вот, и там специальные. То есть, да хуй, блядь, просто пиздец, темною воспользовалась та, кому я доверял. Я сказал себе, что никогда не признаюсь в этом. Мне никто не поверит. Меня никак нельзя было изнасиловать, потому что я выглядел как человек, который должен был радоваться тому, что он перепихнулся. Человек, которому я недавно об этом рассказал, посмотрел на меня с презрением. По крайней мере, я хоть не единственная душа, несущая этот груз в одиночестве, и это помогает. Изменено. Теперь мне приходят в личку разные сообщения, начиная с того, что я врум, и заканчивая вопросами, и тебе понравилось? Что за нахер? Ненавижу это. Моего бывшего в детстве ужасно домогались, и когда он рассказал мне, то я крепко его обняла. Затем он минуту молча сидел, а потом с удивлением посмотрел на меня, увидев, что я не смеюсь и не шучу. Он сказал, что все его бывшие до этого просто смеялись, как будто быть изнасилованным это смешно, мужчинам тоже тяжело. Выходит, в Америке можно жить только если ты гей? Нет, неправильно. Выходит, что во всем мире тяжело жить обычному белому среднестатистическому мужчине, у которого есть нормальная работа и деньги. Это реально огромный риск. Ты без шуток самая незащищенная прослойка общества. Самая, блядь, незащищенная. Абсолютно. Если ты, при этом, еще и здоров. Вот почему я ненавижу интернет. Тролли и ужасные люди получают возможность писать ужасные вещи. Надеюсь, ты это понимаешь. Они ниже тебя. Мне так жаль, что это с тобой случилось. Я рассказал о таком случае своей на тот момент девушке. Она просто поржала, так что да, это пиздец. Я рад, что она больше не твоя девушка. Ее насмешка просто ужасна, ведь ты делился чем-то очень серьезным. Я надеюсь, что у тебя все окей. Мне так грустно от этого. Мне хочется крепко обнять своего парня и сказать ему, что я его люблю. Я никогда не смогу смотреть на него и смеяться, если он решит рассказать мне что-то настолько серьезное. Я не буду вдаваться в подробности, но я подозреваю, что к нему когда-то приставали. Хоть он и никогда мне ничего подобного не рассказывал, и я надеюсь, что это не из-за того, что предыдущие его подруги над ним насмехались. Изменено. Я никогда не пыталась с него что-то вытянуть, это просто мое подозрение. Если я права, а я надеюсь, что нет, то он имеет полное право держать эту информацию при себе. Мне так жаль, твоя бывшая ужасный человек. Она меня напоила. Возможно, она даже была несовершеннолетней. Она изнасиловала меня, а потом шантажировала этим, чтобы снова заняться сексом. Я боялся последствий, поэтому много лет об этом никому не рассказывал. Все, кому я рассказал, мне поверили. Тебе повезло, что в твоем окружении есть хорошие люди, которые верят в то, что мужчин можно изнасиловать. Этим друзьям можно доверять. Одна из самых ужасных девушек, с которыми я когда-либо встречался, рассказала мне историю о том, как один из учеников ее школы выследил учителя-мужчину на собственном дне рождения, на другом конце города, в которого были влюблены все девчонки. Он попал внутрь, и затем увидел в одной из комнат этого самого учителя, который был в отрубе. Он не афишировал эту вечеринку и, конечно же, не приглашал ни девочек, ни кого-либо из учеников. В школе об этом узнали уже в ближайший понедельник. Девчонки ходили и хвастались, что у них был с учителем секс втроем, чтобы всех остальных заставить ревновать. Конечно, этим девчонкам быстро настучали по голове и исключили из школы. Учитель потерял работу, карьеру, потому что все, что кто-либо слышал, это было потерял работу из-за секса со своими ученицами. И это все записали в реестр. Как она рассказывала, ему было около 25, так что вся его жизнь пошла под откос. Так она еще и защищала их, говорив, чтобы я понял. Он должен был осознавать, какое влияние оказывал на нас девочек. Он должен был это понимать. И даже не было известно, занимались они сексом или нет. Он ни черта не помнил, а девочки могли лгать. Их никто никогда не допрашивал, так как они якобы будут врать, потому что им нет никакого смысла говорить правду. А, че допрашивать, бля? Да, да, какой смысл вообще? Как смысл? Может быть, допросим их? Может быть, устроим очную ставку, где их показания могут разни... Да, че, блядь? Цена врут. Че, че допрашивать? А, похуй, блядь. Пусть... Ну, подумаешь, там у чувака 25 лет жизнь в пизду пошла. Все, нахуй. В пизду, блядь, жизнь пошла. Да, блядь, подумаешь, один всего, че. Девушка, с которой я встречался, буквально не понимала, что такого натворили эти девчонки. Это была вина учителя, потому что он выглядел так, как выглядел и привлекал их этим. Я раньше жил в маленьком городке, где тоже произошло что-то подобное. Группа девчонок 13-14 лет делала все возможное, чтобы терроризировать город. Я не знаю, почему они это делали, но подозреваю, что в детстве они подвергались сексуальному насилию. Я знаю, что один из их отцов был местным бандитом, который продавал амфетамин и другие наркотики, отмывая бабки через автосалон. Его повязали за то, что он избивал своих подружек до такой степени, что у них были огромные синяки под глазами. После ареста копы обыскали его квартиру, где обнаружили кучу детского порно и прочей херни. В общем, эти девочки вламывались в чужие дома, воровали, устраивали пожары, в том числе поджигали склады и так далее. Как-то раз они даже напоили нескольких 18-летних пацанов до потери сознания, переспали с ними и тут же заявили об изнасиловании. Двое из них забеременели и оставили детей себе. Большинство из них с тех пор уже пришли в себя, но, черт возьми, они были долбанутые. Большое спасибо за просмотр. В комментариях мужчины, которых изнасил... У нас в России недавно обвинили мужика, которого оклепетали малолетки. В итоге, даже после того, как они рассказали о том, что это было ложь, его все равно посадили. Ну, да.